Принятие поправок в региональный бюджет 2014 предшествовала серьёзная работа. Напомним, на майском пленарном заседании председатель краевого правительства Геннадий Тушналобов предложил на месяц перенести обсуждение документа. В течение этого времени чиновники и парламентарии четыре раза встречались на так называемых согласительных комиссиях. Была проведена очень тяжёлая работа, очень приходилось находить много компромиссов. Из положительных готов сказать, что мы сегодня договорились с правительством и закрепили это постановлением, что всё-таки будет разработана дорожная карта. Договорились и тоже закрепили постановлением об изменении налоговой льготы. После первого чтения проекта бюджета собрали рабочую группу. 24 депутата и 12 краевых чиновников в срочном порядке рассмотрели поступившие поправки и утвердили их на заседании профильного комитета. Необходимые заключения также подготовила контрольно-счётная палата. Спустя несколько часов бюджет 2014 года приняли во втором чтении. Весомый вклад внесли депутаты, работая в согласительной комиссии. Со многими позициями мы согласились. Что мы убрали? Мы убрали индексацию заработной платы госслужащим. Это говорит о том, что мы видим, что это не наш приоритет. В итоге краевой бюджет сохранил свою социальную направленность. Дополнительные средства получило здравоохранение. Порядка 300 миллионов рублей добавлено на программу госгарантий по обязательному медицинскому страхованию. Увеличено финансирование на поддержку молодых врачей. Сохранятся выплаты специалистам, уезжающим работать в глубинку, оплата подготовки в интернатуре и ординатуре, а также частичная компенсация затрат на приобретение жилья медработникам. Старшеклассникам сохранены стипендии за хорошую учёбу. Средства на объекты капитального строительства перераспределены. Решены наконец-то вопросы, что сделать с речным вокзалом. Могу сказать, что скоро речной вокзал будет переместного. Сейчас выделены деньги на аварийно-восстановительные работы. Уточнена сумма окончательной и начала строительства работ на реконструкции нашего театра «Обера и балета». Работы по возведению нового здания оперного начнутся уже в этом году. А в начале следующего стартует строительство нового аэропорта. Александра Михеева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.